Всем привет! Давайте начнем сразу с небольшой истории, которую я хочу поведать вам. Работаем, работаем мы такие на рынке, все у нас складывается хорошо, все складывается замечательно. Мы поднимаемся в рейтингах, мы начинаем зарабатывать все больше проектов, все больше, все замечательно. И понимаем то, что мы молодцы, хорошо поработали и пришло самое время отдохнуть. Решили мы, выбрали самых активных из компаний, решили поехать отдохнуть. Сездили в один город, отдохнули, все прекрасно, потом поехали в другой город, совместили приятное с полезным, подписали новых клиентов, все замечательно. Сездили в третий город, в итоге зарядились энергией, через пару месяцев мы возвращаемся домой. Думаем, ну сейчас мы начнем работать, заходим в офис. Вид сотрудников такой, что они еще с самого утра, придя на работу, они уже устали. То есть мы на них смотрим, но не видим огня в глазах. Проекты завалены, работа не идет. Когда мы начинаем разбираться, в чем проблема, разработчики говорят, наймите нам каждому по тестировщику, мы не успеваем все делать. Менеджеры проектов просят еще и еще больше разработчиков. То есть полная… Как сказать? О, презентации нету. Проблема. Презентации ищем пока. Скажи просто, а у тебя есть с собой на флешке презентация? Давай. Битрикс, мы всегда готовы. Отлично. Вот она, резервная копия. Отлично. Тогда мы задумались о проблеме, что нам делать дальше. Естественно, своими силами может у кого-то получается, но мы решили обратиться в ряд коучинг-центров, в которых прошли анкетирования, различные собеседования и тому подобное. И в результате одного из таких анкетирований мы выявили то, что финансовые показатели, в принципе, как мы и подозревали, у нас хорошие. Цель у компании конкретная есть, благодарю. Но организационная структура и ответственность сотрудников у нас очень-очень низкие. Мы начали разбирать эту проблему более детально, потому что до того мы нанимали людей, у нас штат становился больше, а результата как такового не было. Прочитав ряд HR журналов, подписавшись на них, посетив ряд тренингов, обратясь, опять же, ко всем коучинг-центрам, конкретно одному из них, мы выявили для себя одну из систем мотивации, которая в результате принесла свои плоды. И называется она «Игры». Что такое игры? Вспомните, когда вы в детстве, ну, либо вообще даже во взрослой жизни, когда-то во что-то играете. Какое у вас есть чувство? У вас есть чувство увлечения, у вас есть чувство желания победить, у вас есть какая-то конкретная цель. В принципе, цель игр повторяет основную эту задачу, то есть увлечение. Прежде чем мы перейдем к примерам, давайте рассмотрим, какие разновидности игр бывают. И каждая из них решает определенные задачи. То есть игры бывают краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочные – это на день, неделю, месяц. Долгосрочные – это один квартал, полгода, год. Ну, к примеру, из игр на день. Что такое и что вы можете применить? То есть цель такой игры на один день – это зажечь ваших сотрудников, зажечь, чтобы они работали. Как мы провели опросы среди своих сотрудников, ну и вообще в практике это достаточно популярный способ мотивации. Это уход с работы немного раньше. Самый банальный пример. Ну, вы подходите к разработчику, у вас там дедлайн, клиенту нужно сегодня показать релиз проекта на какой-то его стадии. Мы подходим к разработчику и говорим, слушай, тебе осталось сделать этот модуль сравнения товаров. Давай, ты сегодня делаешь до трех часов, делаешь в три и уходишь домой. Вы не поверите, он делает его в два, до трех мы его проверяем и в три он уходит домой. Примерно на неделю здесь могут быть, например, различные бонусы в виде билетов в кино. То есть всем известный пример, то, что Цукинберг еженедельно проводит встречи среди своих сотрудников и дает билеты на бейсбольный матч. В принципе, система мотивации такая же. То есть мы там в своем городе сотрудничаем с сетью кинотеатров и на каждый фильм получаем определенное количество билетов в кино, которые, в принципе, и отдаем своим сотрудникам. Опять же, для решения конкретных целей и задач. На месяц хорошо подходят игры, которые связаны с поездками, абонементами, но это все развлекаловка. Также интересно использовать их в качестве обучения, переквалификации сотрудников. Соответственно, игры на квартал, полгода и год. Примеров глобальных приводить не буду, все зависит от вашей компании. Потому что если вы работаете и у вас оборот небольшой, это будут одни призы. Некоторые компании по практике встречаются, которые разыгрывают в конце года автомобили, премии глобальные и тому подобное. Но опять же, тут может быть техника, электроника и все, на что вы способны. Каждое, вот все, что мы с вами сейчас обговорили, это все мотивация. Это все, чтобы смотивировать сотрудника действовать и выполнять цели. То есть это вызывает у него азарт. Азарт – желание что-то получить, желание что-то выиграть. Но составляющая игры есть еще одна. И она называется ажиотаж. То есть если мотивацию мы можем назвать так своеобразно, то что это у нас морковка спереди, за которой сотрудник как заяц бежит, то ажиотаж – это стимуляция, это раздражитель или так называемая морковка сзади, от которой он бежит, потому что он не хочет на нее напороться. Соответственно, две составляющие игры, которые будут работать. Ну, к примеру, у нас в компании июль месяц, все замечательно, юг, солнце, море, работать неохота, последняя неделя. Захожу я к менеджерам, смотрю, работа не идет. Показатели очень слабые, план месячный не выполняем. Я подхожу к своим девчатам и спрашиваю, ну, что, сколько вы можете продать за неделю? Вот какой суммы вы можете достичь? Они мне говорят, ну, я там заработаю без проблем за неделю 100 тысяч. Другая такая, услышал ее, да я 150, ты только иди, а мы здесь будем дальше ногти красить. Ну, примерно как-то так. Я говорю, девчата, вы уверены, что вы сможете достичь за неделю этих показателей? Они такие, да, 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 иди. Нет. В итоге все это, бум, после этого я решил с ними сыграть в одну простую игру. Я говорю, ну, давайте тогда так. Если вы говорите, что вы элементарно заработаете эти цифры, вы мне сказали об этом, то весь следующий месяц я вам подарю каждый абонемент в аквапарк. Но, если вы меня решили обмануть и сказали то, что цифры, которые нереальны, тогда весь следующий месяц мы с вами будем работать по субботам. Что произошло после этого? После этого офис превратился в какой-то улей, в котором работали все, и менеджеры, и сотрудники, в том числе приходилось работать и мне. Почему это произошло? Такие игры, такие стимулы и мотивы заставляют работать в коллективе, заставляют работать вместе, потому что общий результат зависит от каждого человека. Сотрудники начинают быть требовательными друг другу. И сыграв эту игру с менеджерами, мы получаем замотивированный весь персонал, у которого высокие требования, которого контролируют. Но каждая игра имеет свои четкие правила. Если коротко, то первое, в игре должно принимать участие минимум два человека. То есть это могут быть два сотрудника плюс руководитель, если это требуется. Это может быть просто сотрудник-руководитель. То есть в основном это применяется для коротких игр. Второй момент – это любая игра должна соответствовать целям компании. А чтобы она соответствовала целям компании, то у вас сотрудники должны очень четко понимать, куда движется компания и какое место этот сотрудник занимает в этой компании. Иначе это будет просто похоже на работу ради работы. И самое главное, третье – это каждая игра должна решать потребности сотрудников. Самый банальный пример. Если сейчас вы зайдете к себе в офис, в компанию и скажете то, что кто будет лучше всех работать в этом месяце, поедет на Байкал. Мы его отправим на поезде четыре дня. Там у нас все замечательно, все прекрасно. Билеты будут оплачены. Эта игра превратится в игру вас самих собой. Потому что играть будете только исключительно вы одни. Больше играть с вами никто не будет. И вы заметите, как ваши показатели вместо того, что прости в этой игре, будут значительно-значительно падать. Поэтому в первую очередь вы должны акцентировать внимание на потребностях сотрудников. Хотят они ехать в ту или иную поездку, хотят они тот или иной приз. Так мы сыграли в сентябре месяц в игру, когда сентябрь. Сентябрь в этот раз задался очень теплым, а на юге он оказался очень жарким. Никто работать в принципе не хотел. Все еще были мысленно на улице, на море. Мы сели с менеджментом, посмотрели, кто как отдыхал. Законы отпуска уже всех в принципе позаканчивались. Кто-то был дома, кто-то делал ремонт, кто-то ездил к родственникам. И тогда мы решили провести такую небольшую игру. То есть мы собрали всех и сказали, что каждый сотрудник, кто выполнит свой личный план на месяц, у нас в компании у каждого расписан план на месяц, что он должен выполнять и какие цели, он поедет за счет компании вместе в Team Building в Сочи. Результатом игры стало то, что та энергия, та атмосфера, которая возникла вокруг вот этой игры, интереса, как она достигалась, чуть позже расскажу, передалась на следующий месяц. В результате и сентябрь, и октябрь оказались наиболее прибыльными месяцами в году, хотя в прошлые годы мы видели где-то в эти месяца какой-то спад. В этот раз это были очень высокие показатели. Чтобы создать любую игру, нужно действовать по определенному плану. Первое, то что мы с вами уже обговорили, это поставить конкретную цель, план, задачу, ради чего эта игра проводится. Второй важный момент, это поставить ограничения во времени. То есть здесь вы сами определяете, в какую периодичность лучше играть. И самый очень важный момент при проведении игр, это все лучше документировать в письменном виде, чтобы все четко понимали, когда, что и за что они получат. Следующий момент, это оценить стоимость приза. Это очень важно, потому что если вы затеете игру сотрудниками и скажете то, что менеджер, если ты продажешь на 50 тысяч рублей за эту неделю, я тебе подарю новый айфон. Это будет просто бесполезная и неинтересная игра для целей компании, ну и, соответственно, для вас. Следующее, это провести опрос и выявить, какой приз будет ценным для сотрудников. У нас раньше менеджер получал процент с продаж. Мы поняли, что это неэффективная система, так как это игра самим собой. Заработал он 10 тысяч рублей, молодец, он получил свои проценты. Заработал он миллион рублей, он получил больше, ему хватит этого, может быть, еще на полгода, и он сильно заморачиваться не хочет. Тогда мы провели с ним игру. Мы поставили план, заведомо немного завышенный от стабильного, а позже расскажу опять же почему. И провели игру, что если он выполняет этот план, он получает новый айфон шестой себе в подарок. Если же этот план не достигается более чем на 20%, а так как у нас показатель завышенный, в принципе, цифра достаточно серьезная, надо было поработать над этим, то в следующий месяц, в следующий квартал придется ему поработать снова по субботам, чтобы эту цифру мы все-таки достигли. Следующий момент. Каждый приз, который вы преподносите сотрудникам, необходимо продать. Если вы выйдете с грустным лицом в понедельник утром и скажете, короче, кто хорошо поработает эту неделю, поедет кататься на яхте и ушли все в кабинет. Все, про вас забыли, про приз забыли, никто с вами играть в эту игру не будет. Соответственно, помимо того, что приз нужно продать, а продать, я думаю, проблему руководителей сильных не должно быть, если не получается, у вас наверняка есть продажник, пускай занимается своим любимым делом. Приз нужно визуализировать в картинках и каждый день, иногда по несколько раз в день про него напоминать. То есть, вернувшись к примеру с поездкой в Сочи, мы в течение всего периода говорили, какая в Сочи хорошая, замечательная погода, а как классно в Сочи парке, который самый крупный парк аттракционов в России, как там классно. Спрашивали сотрудников, ну кто был в Сочи, поделитесь впечатлениями, кто катался на горках, кто-то говорил, я был в Санкт-Петербурге, кто-то рассказывал про Горьковский парк в Москве, когда бывал здесь, кто-то рассказывал, что он летал в Испанию, катался на деревянном аттракционе. Все это было замечательно, а в пору интернета в перерывах мы могли легко посмотреть видеоролики с Ютуба, с этих горок, и все это заряжало энергией, все это заряжало желанием работать и достигнуть вот этой конечной цели. Соответственно, следующий пункт у нас, это необходимо объявлять промежуточные результаты, чтобы не было сюрпризом в итоге, получит ли ты приз или нет. То есть сотрудник в принципе всегда должен либо с какой-то периодичностью понимать, как далеко ему до достижения его конечной цели, которую вы ему поставили. И последнее, это к концу не раскрывать все карты. Опять же, в примере с айфоном, мы поставили показатель на несколько, там на 10-20 процентов выше для того, чтобы когда сотрудник входит в зону комфорта, когда ему не угрожает стимул, то что он работает по выходным, он расслабляется. То есть из стандартных примеров остается неделя, там до конца, давайте две недели до конца месяца, он план не выполняет на каких-то там 20-30 тысяч рублей, он такой расслабленный, думает, да, там лидов у нас много, я любому позвоню, они мне 100% кто-нибудь оплатят, все будет замечательно. Наступает конец месяца, считаем цифры, не хватает 50 тысяч рублей, что происходит? Сотрудник не получает приз, вы вроде бы довольны, вы почти план выполнили, ну вообще на самом деле даже перевыполнили, но цели компании вы не достигли, результата конечного нету, а ключевое правило игры, которого здесь нет, в игру можно играть только один раз. То есть сыграть в два раза подряд не получится, периодичность игры желательно где-то полгода, это если касаться игр от месяца, квартала, ну соответственно там и больше. Поэтому очень важный фактор, если вы ставите какую-то цель, ставьте ее заведомо больше, чтобы сотрудник, заходя в зону комфорта, уже выполнял свою цель. Вы ему как бы гарантируете то, что он получит свой приз, а себе гарантируете то, что вы точно получите и достигнете данных результатов. Следующий момент, на который, одну из игр, которую хочу привести в качестве примера, мы приехали на эту партнерскую конференцию, рассказывали послелетний всем, как там замечательно было, как мы катались на яхтах, как нас там замечательно, просто классно кормили, рассказали всем сотрудникам, и все захотели поехать на партнерскую зимнюю конференцию. Тем более мы здесь выступаем. Но было бы глупо ехать в штатах менеджеров, просто так, просто отдохнуть. Соответственно, мы сейчас играем с ними в простую игру. Мы должны за эту неделю, которую мы находимся в Москве, за неделю, которую находимся на подготовке к данному мероприятию, ну и, соответственно, на нем, заработать в пять раз больше, чем мы потратили на данную поездку. Если же мы достигаем этого показателя, то все молодцы, все хорошо отдохнули, а мы здесь хорошо отдыхаем. А те, кто, если мы не достигнем этих показателей, то нам придется очень хорошо поработать в февраль месяц, а может и на празднике. Примерно как-то так. Каких результатов внедрения игр, что нам принесло внедрение игр в нашу компанию? Ну, во-первых, мы решили ту проблему, которая перед нами стояла, а именно повышение производительности сотрудников и, самое главное, ответственности. Ответственность произошла не только по причине мотивации, но и по работе с должностными инструкциями, по организационным процессам компании. Но мотивация была основным составляющим успеха запуска новых каких-то решений в компании. Второй момент в результате того, что сотрудники были замотивированы, то, что они четко старались выполнять свои задачи, мы смогли освободить время для руководителей и менеджеров и тем самым создать свою небольшую партнерскую сеть, в которую мы передаем лиды, которых по тем или иным причинам не можем обработать. Ну, к примеру, мы не оказываем вообще техническую поддержку сторонним клиентам, которых разрабатывали не мы, поэтому мы это можем, в принципе, отдавать на аутсерс. Соответственно, это было вторым шагом, которого мы достигли. И самый интересный пункт, который преследовал нас от самого начала создания, мы думали то, что иметь большую компанию, где много сотрудников, где много людей, это классно, это замечательно. 20, 30, 40, 50, 60 человек. Будем больше продавать, будем больше делать. На данный момент штат нашей компании, мы сократили всего лишь до 15 человек, и нам хватает этого для выполнения всех проектов и для получения тех показателей, для тех целей, которые мы перед собой ставим. И это произошло в результате того, что мы смогли увеличить производительность сотрудников, потому что, как говорилось на первой лекции сегодняшнего дня, из 8 часов мы используем каких-то там 3-4, у кого-то 5 часов. Но не надо больше работать, нужно просто правильно подходить к работе, правильно мотивировать и получать соответствующие результаты. Ну, а закончить выступление хотелось словами, которые нам сказали на одном из коучинг-мероприятиях, один из бизнес-тренеров, то, что все, что вы услышали, сейчас это будет для вас бесполезно, если вы это не примените. А чтобы это применить, у вас есть ровно 72 часа, то есть понедельник вечера крайний срок. Поэтому, если вам показалось это интересно, придите в понедельник, придумайте какую-то небольшую игру на день недели, попробуйте применить у себя в компании. Если она заработает, вы начнете ее применять дальше и с успехом получать результат. Если у вас не получится, значит, это было зря потраченные 20 минут. В принципе, наверное, все. Я уложился еще быстрее в дедлайн. Но если есть вопросы, я могу… Давайте подискутируем, потому что у нас до следующего доклада еще приличное время, и можно позвать любые вопросы. Экспресс-лаба, Олеся. Вопрос такого характера. В доклад заявлен как нематериальный способ стимулирования, по большому счету. Но все перечисленное, в общем-то, достаточно материально. И зачастую может вообще ударить по карману компании. То есть хотелось бы, во-первых, может быть, какую-то статистику, насколько приходится в этом стимулировании вкладывать средства и насколько они большие и сравнимы с зарплатой сотрудников. И второе, все-таки те методы, которые действительно нематериальны, потому что даже отпустить сотрудника пораньше – это тоже деньги. Но если он делает работу быстрее, то можно говорить, что нематериально. Все остальное пока что из перечисленного требует денег, а не малых. Я предвидел этот вопрос, мы его обсуждали. Доклад заявлен как нематериальные способы мотивации для сотрудника. Для компании нематериального способа мотивации практически, наверное, нет. Потому что сказать спасибо прокатит один раз. Сказать какой-то молодец прокатит второй раз. Выиграть конкурс лучших сайтов – ну да, но это, наверное, в другой зал к другим компаниям. Соответственно, там это будет работать, там будет работать на имя. В вашем случае нематериальный способ мотивации будет все-таки отпустить сотрудника пораньше. Потому что если вы его не замотивируете, единственный вариант, чтобы он сделал эту задачу быстрее – это поставить над ним менеджера, а рядом с ним тестировщика. Вот этот этап мы проходили, когда три человека работают с одним. Потому что, видите ли, он не может все контролировать, у него глаз замыливается. В результате мотивации эта проблема просто решается. Мы убираем всех, он ее выполняет, он понимает, он хочет домой. Его жена зовет балкон делать, он уже третий год делает балкон, никак не может решить эту проблему. То есть, опять же, билеты в кино, аквапарк по карману вам сильно не ударят. Поездки, да, наверное, это дорогостоящие удовольствия. Но, опять же, если с разбивкой по месяцам взять, вы не будете каждый день ездить. Ну, выделите вы на это с года, вырвите этот бюджетом 150 тысяч и, в принципе, съездите. Из еще классных способов, да, они материальные, но их можно конвертировать в хорошие бюджеты – это обучение. Битрикс заставляет разработчиков обучаться. Соответственно, вам в любом случае, чтобы получать золотого партнера, нужно это делать. Придите к ним и смотивируйте. Неделю они записи это еще не увидят, поэтому они будут считать, что это хороший способ мотивации. У вас хороший пример неделю поиграть с ними в эту игру. То есть, в любом случае, чтобы получать результат, вот, опять же, еще один пример времени у нас много. Вот мы приехали, я не вру, вот, три менеджера, три руководителя там и отдела и так далее. Мы приехали сюда, да, мы заплатили и за Битрикс, купили в последний день, им было очень дорого. Да ладно, прям очень уж дорого. Ну, дороже на процентов 40, если бы мы купили раньше. Соответственно, билеты, переездка, пять дней проживания и так далее. Это были пустые траты денег, это было бы дорого. Но у нас есть конкретная цель – заработать в пять раз больше. Мы неделю не работаем, в принципе, по показателям мы к этому движемся. То есть, мы приехали, там, три-четыре дня встречаемся с клиентами. С Иркутска приезжает, а сколько только не приезжает, чтобы встретиться. И получаем те результаты, которые ставим. В результате вот эти деньги, которые мы потратили, мы их не почувствуем. А для сотрудников, у меня был в докладе этот слайд, я его убрал. Ну, у него есть желание, он хочет себе там новые кроссовки, он хочет себе купить новый телефон. Вы ему даете премию, когда-то там эти 50-60 тысяч. Он пока дойдет до магазина, половину отдаст жене, половину положит на карточку, а половину потратит в магазине на свои нужды. В итоге, ваша материальная мотивация не оставила в нем никаких эмоций, никакого желания двигаться дальше. А когда у него в руках телефон, он ходит с ним на работу, он получил результат, он довольный, он счастливый. И, в принципе, месяц он еще разбирается. И еще месяц у вас есть сотрудник, который приносит результат. Вот так долго. А может быть есть примеры из зала, нематериальные мотивации в компании или материальные такие, которые хочется сказать. Кто-нибудь поделиться, может быть? Давайте. Здравствуйте, меня Олег зовут. У меня, я тоже посчитал, у нас в компании много курят. Много сотрудников. И курение примерно 5 минут в час в день. Это получается целый час. Соответственно, 20 часов в месяц сотрудники курящие тратят. Если средняя с учетом аренды, налогов, прочей лабуды себестоимость сотрудника 300 рублей, то 20 часов по 300 рублей – это затраты 6000 рублей в месяц на каждого сотрудника за то, что он курит. Я ввел мотивацию 2000 рублей премии ежемесячно для некурящих сотрудников. Ввел в декабре, но бросил курить пока только я. Ну, местами. Еще есть, можно прокомментировать? А видишь, да, давай. Такой же пример у нас есть курящие люди, но первую проблему мы решили тем, что мы просто переехали в офис с балконом и посадили его рядом с балконом. Теперь он ходит быстрее. А во-вторых, когда я эту тему тоже подымал и спрашивал, ну вы ходите много, тратьте времени. Ну, во-первых, разработчики, дизайнеры и тому подобное очень много времени проводят за компьютером. И пускай отдыхает каждые 5-10 минут, ничего страшного. Они, по-моему, по законодательству должны отдыхать каждые час-два на 15 минут перерывы. И второй момент. Мне один из программистов сказал, я пока иду курить туда-обратно, я думаю, как я буду решать следующую задачу, как я буду делать этот модуль. Я не просто бесполезно хожу, чтобы покурить, поболтать. Но здесь индивидуальный подход. То есть, ну опять же, штрафы, да, но балкон круче. И нам хорошо. Ребят, у кого еще кейсы? Поделитесь интересной тематикой на самом деле. Давайте вопрос. Можно? А вот если сотрудник не дотянул до приза, да, и вот как-то, ну или вот, например, вы поехали там почти все вот в Сочи, да, кто-то не поехал, а дальше же, ну вы же не под увольнение этих сотрудников, да, ведете. Вот как с ними, как вообще? Один остался. Один, да, ну и как бы. Один остался, неважно, просто это игра, и вы понимаете, то, что в каждой игре написано правило. Вспомните, когда вы играете, там, не знаю, в карты, и кто-то начнет в шахматы, в шашки, без разницы, и начнет кто-то мухлевать. Или кому-то начнут помогать. Но это становится уже неинтересно. У вас какое-то чувство, ну, а почему он поехал, если он не выполнил свой план? Ну, не выполнил, ну ничего страшного. Мы с тобой сыграем в следующую игру, и ты это обязательно получишь. Снижать, либо, либо, второй момент, ставить показатели, то, что я говорил, заведомо выше. Поставьте ему план на месяц на 20% выше, он достигнет 100%, 100%. 20% он не дойдет, и вы скажете, ну, ты молодец, ты получил план выше. То есть игра недосказанности. Вы можете ему не говорить, что план был выше, вы просто можете там сыграть с ним игру по результатам. То есть вариантов очень много. Как это можно обойти, если вы, ну, хотите этого, если вы хотите поиграть в эту игру. Ну, в принципе, все равно надо быть жесткими. На всех поездах в Сочи не хватит. А можно я тебе попробую задать вопрос каверзный? Ну, вот представим, что материальная мотивация людям не нужна. Ну, абстрактный случай. Ну, есть еще кроссовки и айфон. Ну, не знаю, у него есть там и квартира, и машина. Как ты будешь его мотивировать? Просто, если пофантазировать. Абстрактно. Понимаешь, такие случаи, на самом деле, немного, наверное, в жизни. Я из примеров, то есть фантазировать. Окей, из примеров, Новый год. В этом году Новый год у нас был 26 числа, по-моему, новая неделя. Последняя начиналась. Мы просто договорились. Те, кто выполняет свой план до конца года, клиенты все хотели до конца года получить проект. И не знаю, зачем они были им 31 числа. Те, кто выполняет план до 26 числа, отдыхают с 26 по 31 и все праздники. А те, кто не выполняет план, они работают и 31 включительно, и с 8 числа выходят на работу. Результат был просто неимоверный. Все 29, 30 уже отдыхали, и все мы сделали. Отличный пример, на самом деле. Спасибо. Хорошо ответил на вопрос каверзный. На самом деле у нас еще там, по-моему, есть какое-то время. Я без проблем. Я вижу, что следующего спикера в зале нет. Сейчас я расскажу мысль и дам вам слово. Еще я вижу пример в жизни часто в последнее время, что нематериальная мотивация связана все-таки с большим вкладом и в свое развитие. То есть когда человек делает одну и ту же работу, он привыкает. Не так интересно, не так скучно, не так он горит. Это хороший повод дать человеку более сложную задачу в принципе. И если он занимается своим делом любимым, это будет опыт отжигать. И, наверное, общий способ. Ну, собственно, карьерный рост такой, если совсем уж и прояснить, это немножко об этом. Новые задачи, более сложные. И это значит, что человек пошел на сложный проект, у вас пришел человек новый в проект компании, его можно мотивировать айфонами, более опытным мотивировать более сложными проектами. Нет, это хороший способ, тоже мотивация. У нас был человек, он был фанат АЭС и Кьюсов вместе. Он любил их кейсы, говорил, вот нам нужно сделать точно так же, как у них супер решение. Я говорю, подожди, вон там АЭС, а вот тут мы. Пока давай, будем постепенно растить. Но сложные задачи, очень любят это для творческих людей самое классное. То есть сделать что-то сложное, прикольное. Окей, пожалуйста. Привет, Илья Царьков, региональные медиа, Ярославль. Вот смотри, мы сейчас разговаривали в основном про продажи, да? Что касается разработчиков лично у вас, какие показатели оцениваются в компании? Ну, основным ключевым показателем это именно разработчиков выполнения. Это выполнение проектов без ошибок. Это ту проблему, которую мы только что смогли победить. Очень глобально, и убрали всех тестировщиков. Это очень важная история. Ну, ладно, один из примеров, как мы сотрудника с мотивированием, опять же, пример с балкона, не с потолка взял. У нас человек три месяца, а разработчик делает ремонт. Мы ему говорим, слушай, у нас проектов, давай ты на час больше работаешь, мы тебе доплатим, наймешь людей, сделаешь балкон. Ну, в регионах это насущная проблема. Он такой, не, жена не разрешает, я лучше это деньги жене, а там все в жене уходило. Ну, окей. Я говорю, тогда делаем так, квартал. Нам нужно сделать там три проекта. Выполняешь три проекта, мы делаем тебе балкон. Он сделал три с половиной проекта, мы ему оплатили и все это сделали. Опять же, разработчики, не знаю, любят уходить дизайнеры раньше с работы, с минимальных. Ну, здесь лучше провести анкетирование, но только не открытое то, что вы то, что напишите, то мы вам подарим. Будет в Мазерате одно. Поэтому лучше спросите, какие, ну, какое у вас желание, куда бы вы хотели поехать, что бы вы хотели получить и тому подобное. Я ушел, да. Ну, во-первых, это еще дедлайны сроки, потому что все поэтому очень жестко и надо выполнять. Проектов очень много, поэтому второй показатель. И третий – это способы реализации задач. Потому что иногда некоторые задачи нужно решать либо правильно, либо упрощая. То есть и взаимодействие с другими сотрудниками. У нас прописано на листов так 20 должностная инструкция для каждого, и он по ней ходит, считает, так, надо пройти мониторинг качества. Прошел. Не прошел, у него там в календаре отмечается зона штрафа. Ну, штраф – это значит, что ты навряд ли получишь там премию, потому что вместе с ним материально, ну, вот таким способом мотивации игр мы еще используем там премии по результатам каждого проекта.